Телеканал КРТ представляет Те из наших зрителей, которые давно и пристально наблюдают за процедурами, процессом урегулирования конфликта на Донбассе, могли бы справедливо указать на то, что с 2014 года счет подобным договоренностям о прекращении огня идет чуть ли не на десятки, и до сих пор ни одна из них не работала. Однако после того, как 23 июля ОБСЕ опубликовало полный текст договоренности, стало понятно, что она существенно отличается от предыдущих режимов прекращения огня. В частности, впервые за всю историю конфликта стороны договорились одновременно издать и опубликовать приказы по своим войскам со следующими запретами. Первое. Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон. Второе. Запрет на применение огня, включая снайперский. Третье. Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности. Кроме того, документам предусмотрены эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии Совместного Центра по контролю и координации, а также открытие ответного огня только в том случае, если вышеперечисленные меры не сработали и только с разрешения СЦКК. Отличия от предыдущих перемирий налицо. На этот раз запреты более жесткие. Кроме того, как сообщил накануне перемирия пресс-центр штаба Операции Объединенных сил Украины, Киев намерен направить на Донбасс военнослужащих, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях ООН и разместить их на первой линии обороны. Вероятно, логика такого решения состоит в том, что бойцы с опытом миротворческих миссий за плечами более стойки к провокациям и по определению подготовлены к поддержанию мира, а не непрерывной велотекущей позиционной войне. Но, как говорится, дальше больше. 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которого были опубликованы сенсационные подробности. Сообщение о прошедшем разговоре на сайте российского президента было весьма сдержанным и даже критичным. В частности, там говорилось о том, что Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. А вот официальный ресурс президента Украины был более оптимистичен и порадовал журналистов сенсацией. Цитируем. Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ и закон о децентрализации, предусматривающей изменения в Конституцию Украины. Стоп-стоп-стоп! Это не о тех ли изменениях в Конституцию речь, вероятность которых категорически отверг две недели назад представитель Украины в ТКГ Алексей Резников. И не о том ли особом порядке местного самоуправления, от перспективы которого украинские чиновники категорически открещивались на протяжении последних месяцев? Похоже, позиция Киева, по крайней мере на словах, резко сместилась от попытки саботировать выполнение Минских соглашений к попытке сделать первые шаги в их выполнении. Что же послужило причиной такой перемены? С нашей точки зрения, варианта ответа здесь может быть всего три. Первый. После Демарша и Резникова на различных переговорных площадках и принятия Радой постановления о назначении выборов, противоречащего девятому пункту Минского комплекса мер, на Киев стали интенсивно давить западные партнеры, а именно Германия с Францией. Не исключено, что на днях у Владимира Зеленского состоялся неафишируемый разговор с кем-то из европейских коллег, или что по дипломатическим каналам они донесли до украинской стороны нежелательность попыток переписать Минские соглашения, по факту выходя из них. Второй вариант – это условный хитрый план Ермака. Он предполагает, что глава Офиса Президента никогда на самом деле не отказывался от своей линии на мирное урегулирование, проводимость с сентября прошлого года, а лишь маскировал при помощи условного злого полицейского Резникова, опасаясь протестов со стороны националистов. Впрочем, у этой версии есть одно слабое место. Если предположить, что заявление о желании переписать Минск – блеф, то как объяснить принятие Верховной Рады постановления о выборах на неподконтрольных территориях только после передачи границы? Разумеется, мы понимаем, что любой правовой акт в Украине весьма условен и может быть отменен или изменен в любой момент. Но все же принятое постановление – это нечто более фундаментальное, чем просто заявление. И, наконец, третий вариант. Попытки Офиса Президента Украины оживить разговоры о процессе мирного урегулирования – не что иное, как предвыборный пиар. Ранее мы уже говорили о том, что очередную встречу в нормандском формате украинские власти рассматривают как возможность поднять свой рейтинг перед местными выборами. Но остальные участники нормандской четверки согласятся на встречу только если будет выполнено хотя бы что-то из предыдущих договоренностей. Вполне возможно, что именно этим условием обусловлена неожиданная смена курса Офиса Президента в вопросе мирного урегулирования. На то, что политика украинского президента и его офиса в отношении процесса мирного урегулирования действительно изменилась, по крайней мере пока, указывает уход из переговорной группы Леонида Кучмы, о котором он объявил 28 июля. Будучи последовательным лоббистом интересов своего зятя Виктора Пинчука, тесно сотрудничающего с Демократической партией США, Кучма был сторонником саботажа мирного урегулирования и продолжения вялотекущего конфликта. На любые конструктивные шаги, вроде утверждения формулы Штайнмайера в качестве модели урегулирования в октябре прошлого года, его можно было вынудить только путем сложных комбинаций. Теперь же он умыл руки, а значит на горизонте замаячил прогресс в мирном урегулировании. Вышеописанные варианты объяснения изменений подхода украинской власти к вопросу установления мира не являются взаимоисключающими и могут комбинироваться друг с другом. Что бы ни служило причиной подвижек и чем бы они ни закончились, если подобные инициативы позволят спасти хотя бы несколько жизней от бездны войны, их можно только поприветствовать. Впрочем, перспективы установления перемирия и возможного урегулирования конфликта на Донбассе довольны не все. 27 июля сторонники экс-президента Петра Порошенко прошли по центру Киева, выкрикивая матерные лозунги в адрес действующей власти и утверждая, что подписанием перемирия армии был нанесен удар с тыла. Большинство участников акции были одеты небогато, да и политическая экзальтированность явно не лучшим образом сказывается на их нервах. А вот у их вождя все хорошо. Накануне митинга своих верных сторонников он сел на самолет, совершающий чартерный рейс за 15 тысяч евро, и со спокойной душой улетел в курортный турецкий город Бодрум. Оно и правильно. Погода шепчет, море теплое. Не торчать же при этом бывалому революционеру-реваншисту, кавалеру орденов Липецкой фабрики и Укроборонпрома на пыльных улицах Киева среди своих потных сторонников. Редактор субтитров А.Семкин